Похоже, в компании Philips решили оснащать свою технику такими функциями, которые до этого были встроены, если позволите так выразиться, в самых близких нам людей. Монитор с высокотехнологичным датчиком, подобно любящим матерям, безустанно готов напоминать о правильной осанке пользователю, работающему за компьютером. Заботливый дисплей предупреждает, если тот сидит слишком близко, напоминает о необходимости выпрямить спину, а после долгой работы советует сделать перерыв. Вот только пирожки вкусные не умеют печь по выходным. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. На портале Мега Тюмень появилась новость о двух семиклассниках, обмотанных скотчем. Но пугаться не стоит, это не криминальная хроника. Напротив, выглядело все довольно забавно. На днях тюменцы могли наблюдать весьма странную для себя картину, как по улице расхаживают необычные существа, похожие не то на инопланетян, не то на спайдермена. Не знаю, есть ли в американских комиксах такой персонаж, как Человек-скотч. Если да, то наверняка он выглядит примерно так. Это видео можно найти на YouTube, оно постепенно приближается к отметке в 1000 просмотров. Что касается ребят, то это обычные и необычные семиклассники из школы номер 8, которые таким вот нестандартным образом пытаются разнообразить свой досуг. Так мы хотели поднять настроение себе и посторонним людям. Кстати, горожане реагируют на нас по-разному. Кому-то это небольшое представление очень нравится. Они улыбаются, смеются, знакомятся, с нами просят сфотографироваться, а кто-то наоборот ругается. В школе об акции знают только ровесники из седьмых классов, а учителя и руководства школы нет. Мы планируем еще организовать нечто подобное, но что и когда, я пока сказать не могу. Пользователи Мега Тюмени юмор оценили. Такой вывод напрашивается из комментариев. Если уроки не прогуливаете, то молодцы. Позитив и креатив. Даже приятно, что из моей родной восьмой школы у нас талантов и придумщиков всегда хватало в свои годы. Чем-то напоминайте ванкуверских зеленых человечков, фанатов ванкуверскэнекс. Можете в Тюмени за рубин болеть ходить. Там у публики вам успех гарантирован. Посмотрим, удивят ли нас школьники еще чем-нибудь и хватит ли у них на это креатива и скотча. А видео и некоторые подробности о необычной акции можно найти на портале Мега Тюмени. В одном из выпусков Точнее Рума рассказывали о футбольном фристайлере Антоне Павлинове. Он вытворяет такие чудеса с мячом, что и Рональди неуверенно ценил бы. И буквально на днях, в свой день рождения, Антон получил подарок, который порадовал бы, наверное, любого фристайлера. Это лучшее поздравление за всю мою жизнь. До сих пор от шока не могу отойти. Эти слова можно найти на стене Антона Павлинова во Вконтакте. 8 апреля, когда ему исполнилось 18, его друзья футбольные фристайлеры со всей страны и даже зарубежья приготовили Антону действительно незабываемый подарок. А именно видеопоздравление. Но нужно понимать, что фристайлеру мало лишь пожелать сибирского здоровья и кавказского долголетия. Настоящее поздравление должно содержать в себе какой-нибудь трюк. Дорогой Антон, поздравляем тебя с днём рождения. Желаем тебе всего самого хардкорного. Схватов тебе побольше. Успехов тебе во всем жизни во фристайле. Прогресса большого. В учебе. Любви большой. Меньше тебе травм. И побольше первых мест. С днём рождения тебе еще раз. Удачи. В описании к видео на YouTube можно найти поздравление. Поздравивших Антона людей. Наверняка эти фамилии, никнеймы знакомы тем, кто следит за футбольным фристайлом. К слову, сам недавний именинник, если верить его статусу, во Вконтакте входит в тройку лучших фристайлеров страны. Что ж, еще один повод для праздника. Это была программа «Точнее.ру» и в конце, по традиции, видео с YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!